Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васинин. Какой была эта спортивная неделя в Сарове и чем она запомнилась любителям спорта? Обо всем этом прямо сейчас! Лето – это время футбола. Продолжается чемпионат города по этому виду спорта. На прошедшей неделе результаты игр следующие. «Динамо» УВД обыграли команду «Концар» со счетом 4-2. «СК Терен» в ничью сыграли с командой «Искры Юниты» 0-0. А «Авангард» обыграл «Чайку» со счетом 2-1. «Камоэнергия» понесла поражение от команды «Дюшикар» 0-2. Команда «ФК Саровдубль» в прошедшее воскресенье встретилась с командой из Первомайска «Темп». Саровдубль почти полностью состоит из начинающих спортсменов. Они совсем недавно стали выступать на серьезных турнирах и первенствах. Многие футболисты, среди которых защитник Александр Денисов, играют первый год. Несмотря на молодость и отсутствие серьезного турнирного опыта, ребята уверены в своих силах. «План выиграть. Никого нельзя назвать сильным или слабым. Все на равных». Со своими противниками Первомайской команды «Темп» саровчане встретились на поле впервые. Команда гостей состоит из более взрослых и опытных игроков, нежели Саровская. Первомайские футболисты надеялись, что это станет их преимуществом в ходе игры. Однако недооценивать соперников не торопились. «Планы у нас только на победу. Задача у нас войти в тройку. Вашу команду мы просто не знаем. Играем впервые с ней». Команду «Саров-дубль» возглавляет опытный спортсмен и председатель Саровской федерации футбола Анатолий Куликов. Именно его профессиональный вклад решил исход этого матча. Единственный гол в ворота гостей был забит в самом конце встречи. Со счетом 1-0 Саровская команда продвинулась в турнирной сетке областных соревнований. Продолжается победное шествие детской команды под руководством тренера-преподавателя Алексея Сереброва. На этот раз ребята вернулись из Владимира и привезли серебряные медали. «Мы с Арпедой Владимиром набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям они оказались на первом месте. Мы на втором». «Каждый выезд, каждое соревнование, в первую очередь для нас, для футболистов, да, это игровая практика, игровой опыт, возможность ребят всех посмотреть, всех попробовать задействовать в играх». Юный возраст совершенно не мешает нашим теннисистам выступать на серьезных соревнованиях. Уже с 9 лет каждый из них работает на свой личный спортивный рейтинг. Алена Репина вернулась в соревнования из Рязани с победой. «В полуфинале, в финале уже были соперники серьезные. Я старалась выкладываться по полной, и у меня получалось, я выигрывала». 28 июня состоялся региональный этап второго летнего фестиваля ГТО среди взрослого населения. Соревнования прошли в выездном, и на них съехалось порядка 250 спортсменов из разных уголков южной зоны Нижегородской области. В честь Сарова защищали 8 человек – это представители СРФТИ, МЧС, НИЭФ и Дюс Шикар, которые показали лучшие результаты на муниципальном уровне. В командном первенстве старовские спортсмены стали серебряными призерами, и наша команда получила в клубок ГТО Министерства спорта Российской Федерации. Саровчане также были награждены грамотными призами в рамках личного первенства в своих возрастных группах. Победу одержал Евгений Галехин из МЧС России. Татьяна Островская из РФТИ заняла второе место, еще одна представительница МЧС России Ольга Батурлина завоевала бронзу, Ирина Петрова из СРФТИ заняла четвертое место. В прошедшие выходные наша спортсменка Светлана Кулакова сошлась на ринге со своей соперницей из Болгарии Нелиной Колевой. Поединок завершился победой Светланы единогласным решением судей. Для россиянки эта победа стала 12-й на профессиональной карьере. Вот что рассказала о самом бое Светлана. Если встретить эту девушку на улице и не подумать, что на днях она провела серьезную боксерскую встречу со спортсменкой из Болгарии. И не просто вышла на ринг в андеркардере боя между Поветкиным и Руденко, а выиграла и еще раз доказала, что бокс это не только удел мужчин. Была установка тренера, которую я придерживалась, которая была непосредственно за три недели, что уже точно будет Милена, что она будет чуть ниже меня, что она будет работать так, как работаю я. Она любит вторым номером работать. И она очень быстрая. Скорость соперницы Светлана почувствовала уже в первом раунде, пропустив несколько весьма ощутимых ударов. Но смогла собраться и перешла в наступление. И как оказалось, эта тактика себя оправдала. Я делала то, что не делала раньше. То есть я не работала. Я все время вызываю и провожу контратаку. Она вообще вперед нашла. Сама Светлана даже не заметила, как пролетел бой. 20 минут и вот уже судьи присуждают ей победу, а рефери поднимают ее руку в знак победы. В этот момент за спортсменку болели все. И трибуны, и те, кто смотрел трансляцию в интернете. Тренерский штаб и, конечно же, дочь Екатерина. Я, конечно же, болею за маму. Я все время поддерживаю. Ну, как-то еще непривычно, что твоя мама чемпионка мира. В будущем Катя хочет пойти по стопам мамы и тоже выступать на ринге. Сама же Светлана пока планирует отдохнуть, но вскоро снова начнет тренироваться. У профессионального спортсмена жизнь расписана от соревнований до соревнований. Продолжаю исследовать разные спортивные локации города и находить для себя и открывать для вас новые интересные виды спорта и активного отдыха. На этой неделе выбор пал на парк водных развлечений Майами. И первое, что я попробовал на себе, это вейкборд. Лето в самом разгаре, пускай погода абсолютно не для того, чтобы залезать в воду. Тем не менее, решил сегодня причаститься к водным видам спорта и познакомиться, что же такое вейкборд, сопсерф и так далее. Знакомить меня с ними будет в Майами парке Сергей. Это чемпион области среди юниоров по вейкборду в 2016 году. Привет, Сергей. Привет. С чего начнем, Сергей? Пойдем первым делом переоденемся, с того, что поговорим. Давай. С чего начинается вообще катание на вейкборде? Я переоделся, вроде как бы готов к тому, чтобы залезть в воду, что можно сразу лезть или надо что-то сделать на берегу? Нет, первым делом нам нужно, конечно, размяться. Размяется вся группа мышц. Любой вид спорта, чем бы мы ни начали заниматься, обязательно начинается именно с разминки. Вот в вейкборде специалисты рекомендуют начинать именно с приседаний, чтобы размять большие мышцы на ногах, ягодицы, ну и вообще привести тело в тонус. Вот наш фал, который ты сейчас будешь держаться. Я так понимаю, это такое же, как будет на лебедке сейчас. Да. Так, как за него лучше держаться, чтобы не упасть в воде? Ну, когда ты сейчас сядешь в воду, соответственно, у тебя будут руки прямые, ноги согнутые. Когда тебя начнет дергать лебедка, ты сразу переносишь вес на заднюю ногу, потому что если ты понесешь вес на переднюю ногу, ты с этим стоймаешь в лапу. Будет очень больно. Когда тебя первая нога передает вперед, Настя, это твоя ведущая. Давай. Собственно, позиция вот такая вот. Руки прямые. Как только он меня начинает выдергивать, встаем и стараемся, в общем, встать той ногой, которой поедет. Дальше мы начинаем разминаться на фале. То есть тянуться вот так вот. Так. Так. Итак, мы размялись, а дальше что? Мышцы уже готовы к тому, чтобы болеть в воду. Дальше что надо сделать? Первым делом, конечно, копировка. Это наша безопасность. Жилет. Жилет нужен для того, чтобы ты не утонул. Никогда за собой такого, конечно, не наблюдал. Но, раз люди опытные говорят, что надо одевать спасательный жилет, нет ничего лучше, чем послушать совет опытных людей. Берем доску. Так. И идем на стартовую щетку. Первый старт. Да. Дубль один. Поехали. Поехали. Хватайся за фал, я тебе потяну. Ноги согнуты? Да. Руки прямые? Да. Вед на заднюю ногу. Как поворачиваешься? Смотри, у тебя еще ошибка была. Ты не возвращаешься по троткам, начали стартовать. Ага. Держишь переднюю ногу прямой. Вот вторую, согнутой. И вот так, она ищет назад, и начинаешь охраняться. Ага. Ну что, пробуем? Да. Готов? Да. Поехали. Поехали. Ну и почему перенес вес на переднюю ногу? Поехали? Да. Это круто! Красавчик. У меня даже получается уже разворачиваться. Это очень круто. Сейчас, наверное, попробую еще из пирса сортануть. Показать мастер-класс. Это восхитительно. Вода. Чудо. Ну что, стартуем с пирса. Поехали. Поехали. Дубль 3. Дубль 3. Не поставил весу заднюю ногу и пошел вперед. А я ему про это говорил. Ну а для тех, кто хочет попробовать вейкборд, попробовать, что такое фаунд, что такое кабельный вейкборд, но боится встать на доску или у него не получилось с первого раза, ребята, спортсмены придумали нехитрое, но веселое развлечение. Прокатиться по воде на пузе. Поехали! Сейчас будет кайфово. Ну что, сегодня попробовал на себе, что такое вид спорта вейкборд. Просто непередаваемое ощущение от того, как ты сказишь по воде, непередаваемое ощущение от скорости ветра и свободы, в общем-то. Дорогие друзья, если вы до сих пор не открыли купальный сезон, всех милости просим в Майами парк. Здесь теплая атмосфера, теплая вода и потрясающие виды спорта. Я попробовал на себе, мне понравилось. Я приеду еще. Я, кстати, нисколько не покривил душой, когда сказал, что вода, несмотря на плохую погоду, теплая. Купаться можно, ну а если уж совсем холодно, то в прокате всегда есть гидрокостюмы. В них хоть на подледный лов отправляйся. Выходные – это то самое время, когда стоит заняться спортом. Покататься на велосипеде, прогуляться пешком по лесу или выйти просто ранним утром на пробежку. Спорт – это то, что стоит попробовать на себе. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!